Я коснусь специфического вопроса, непосредственно обмена информацией об угрозах и инцидентах. Почему тема специфическая? На самом деле вопрос того, что нужно информацией каким-то образом обмениваться очень долгое время был не то чтобы табу, но это было как-то антагонично тому, что делает специалист по информационной безопасности. То есть это, как правило, всегда было сопряжено с некой секретностью и рассказывать о том, что происходит у тебя внутри или каким образом ты стал жертвой той или иной атаки по самым разным причинам считалось не очень правильным. Начиная от того, что это потенциально несет риски нарушения законодательства, законодательства персональных данных, нарушения коммерческой тайны. Сейчас к этому можно прибавить дополнительные законы, которые появились в том числе в Европе. Ну и плюс это не очень несет какой-то смысл для того, кто сообщает информацию. То есть у него от этого, его инцидент никуда не исчезнет. При этом рисков много, а преимуществ на самом деле очень мало. Еще одна зарисовка на эту тему. Несколько лет назад мы думали сделать такой некий профессиональный клуб, в рамках которого специалисты по безопасности могли бы делиться какими-то приемами, ну в общем тем, что из реальной жизни у них есть. И мы вот проводили такой опрос и спрашивали, вот хотите ли вы поучаствовать? Все говорили, да-да, мы хотим, конечно же. А в каком качестве? В качестве того, кто выступает, делится, рассказывает про какую-то реальную практику? Или того, кто, собственно, слушает, получает информацию? Никто не предложил свою кандидатуру для того, чтобы делиться информацией, но все очень хотели эту информацию получать. В общем, есть определенный перекос здесь в этом плане. На самом деле обмен информацией, вот сейчас все больше приходит понимание, что обмен информацией это неотъемлемая часть вообще обеспечения и практики информационной безопасности. Если бы мы с вами сейчас играли в некую игру, где можно было бы выбрать, вы в клане атакующих или вы в клане защитников. Попадая в команду атакующих, вы сразу получаете очень широкий спектр для коммуникаций. Закрытые и открытые форумы, какие-то соответствующие площадки в даркнете, инструменты бесплатные, опенсорсные выложенные и платные, в том числе с поддержкой, которые позволяют ломать систему. То есть, в общем и целом, в роли атакующего вы совсем не один. За вашей спиной огромная индустрия уже фактически тех, кто так или иначе готов вам платно или бесплатно помочь. Если же вы попадаете в команду защитников, то очень часто вы, собственно, один на один со всей этой экосистемой или этой средой, которая вас пытается атаковать. Именно потому, что никакого обмена информацией с другими участниками у вас банально нет. Что, собственно говоря, крайне плохо. И здесь я специально разделил, что обмен информацией давайте рассмотрим с двух точек зрения. Когда это исходящий, то есть, когда вы делитесь информацией, и входящий, когда вы эту информацию получаете. Исходящий, собственно говоря, это то, что сейчас становится уже, можно сказать, обязательным. Это элементы, связанные с уведомлением об инцидентах. И входящий, это обратная ситуация, когда мы получаем информацию, это то, что сейчас, опять же, начинает активно обсуждаться. Это элементы, связанные с threat intelligence и подобными вещами. По практике, которую мы видим, в общем, к сожалению, вот это осознание и выстраивание некой системы, при которой мы получаем информацию, информацию отдаем, в компаниях находится пока что еще на достаточно низком уровне. И это несет потенциальные риски, на самом деле. Давайте начнем с вопросов исходящей информации, потому что это, в общем, наверное, наиболее такая тема, животрепещущая сейчас. Почему? Значит, смотрите, у нас появились нормативные документы. Новая редакция 380 ДОП, которая вступает в силу с 1 июля 2018 года. И, соответственно, регламент обмена информацией с финсертом, который предполагает обязательную передачу определенной информации финсертом. Ну и, естественно, закон ОКИ, это, собственно говоря, несмотря на то, что Центральный банк хочет оптимизировать этот обмен и, соответственно, все общение с НКЦКИ завернуть через финсерт, тем не менее, все-таки информация, которая должна передаваться в рамках 382П, точнее, область, на которой специальность 382П, она не пересекается один в один с тем, что говорит 187 ФЗ и соответствующие подзаконные акты. То есть, на самом деле, вот есть у нас два документа, серия документов, которые в этом году вступают в силу, 187 ФЗ вступил в силу, под него должны выйти соответствующие акты, которые сейчас в виде проектов. Надеюсь, что вы их так или иначе читали, изучали, потому что сейчас они выложены на портале публикации соответствующих проектов регулятивных документов. Ну, в общем, в этом году уже необходимо запустить эту активность, связанную с тем, что нужно будет передавать информацию об инцидентах. Вопрос, насколько к этому вы, в принципе, готовы. Вот здесь небольшой исторический экскурс. Думаю, что многие из вас узнали, что это такое. Это первая форма отчетности, первая форма 203-й отчетности. Всего 8 информационных полей, большая часть информации текстовая. Ну, в общем, особая сложность отправить такую информацию в Центральный банк каждый месяц проблем не составляла. Но буквально через примерно два года она стала уже вот такой. Объем информации резко увеличился. Информация-то стала не столько текстовой, сколько уже больше числовой. Сделано это было, ну, понятное дело, для того, чтобы Центральному банку было проще эту информацию анализировать, вводить статистические показатели и, в общем, работать с ней как-то более структурировано. И по этой схеме идут очень многие другие организации на самом деле. И если вы смотрели проект 382P и соответствующий временный регламент, который уже тоже там, версия у него 2.0, то вы, наверное, обратили внимание, что там объем информации стал еще больше. Той информации, которую необходимо сообщать при регистрации инцидента. Вот когда переходили со старой формы отчетности на новую форму отчетности, 203-ю я имею в виду, на самом деле это была очень серьезная боль для многих организаций. В том смысле, что именно это потребовало очень серьезное ресурсное вложение. Я знаю ситуацию, когда в компаниях были отдельные люди, которые только занимались заполнением этой формы отчетности, потому что был очень большой объем информации. Мы сейчас говорим про крупные компании, крупные банки, крупные организации, потому что если затронуть вопрос микрофинансовой организации, ну все-таки, наверное, у нее не такой объем инцидентов будет происходить, по моим ощущениям. И в общем и целом, сейчас мы имеем аналогичную ситуацию. В этом году вводятся нормы, которые, скорее всего, могут очень серьезно нагрузить подразделения по информационной безопасности, либо вы рискуете не выполнить эти требования. Кстати, да, тоже есть такие примеры, когда после введения новой формы отчетности некоторые организации просто предпочли отправить нулевую форму, чем ее заполнять. Не всегда это хорошо заканчивалось, конечно, но такие инциденты тоже были. Уже сейчас нужно предпринять определенные действия по тому, как нормы вступают в ближайшее время. И вот позавчера было выступление Артема, он рассказывал о том, что, Артема Калашникова, о том, что система в финсерте уже внедряется, летом собираются запустить личный кабинет, до конца года ввести возможность автоматизации по обмену информации. То есть на самом деле процесс активно идет. Ну и понятно, потому что есть соответствующие законы. Итак, во-первых, вам нужно понять объем необходимых сведений, которые нужно передавать. Если вы еще не анализировали временный регламент финсерта, если вы еще не анализировали проекты документов, которые выпустил ФСБ по обмену информацией, то я настоятельно рекомендую вам это сделать. Более того, надо понимать, что сейчас еще и будет идти притирка между, то есть и в НКЦК, и пока что нет детального понимания объема собираемой информации, причем она же под разным инцидентом будет совершенно разной. И так или иначе в финсерте еще определенная работа ведется. Так как вся информация в ГУСОПКУ будет еще передаваться через финсерт, здесь, скорее всего, опять же, какой-то элемент утряски будет, и эти документы все равно еще будут каким-то образом корректироваться. Поэтому этот момент нужно отслеживать. Ну и даже сейчас уже можно смотреть, собственно говоря, что от вас потребуется уже в ближайшее время. Второй момент – это источники информации. То есть хорошо, понятно, что нужно отдавать, теперь нужно понять, откуда мы все это возьмем. Источники могут быть разные. Это, собственно говоря, может быть персонал, какая-то служба колл-центра, если она собирает данные по мошенническим операциям, когда клиент звонит и говорит о том, что он не переводил эти деньги, у него списалось карточки или что-то еще. Это имеющиеся средства защиты, которые должны давать соответствующую информацию, инвентаризационную информацию по событиям, какие-то индикаторы, которые нужно будет передавать в финсерт. Это какие-то IT или бизнес-системы. В службе IT какой-то сервис-деск, или же какие-то системы, где у вас фиксируется та информация, которая нужна будет либо в контексте требований 382P, либо в контексте требований погусопка. Аутсорсеры. Сейчас тема очень модная, можно сказать. Была тоже секция здесь на форуме по поводу аутсорсинга. Он активней. Все больше компаний начинают его предлагать. Соответственно, если вы такой аутсорсинг используете, вам тоже нужно понять, а как вы эту информацию от аутсорсера, и в каком виде вы ее будете получать. Для того, чтобы отчитываться. Мне сложно себе представить, опять же, я буду говорить за крупную организацию, сложно себе представить, что эта организация отдаст просто аутсорсеру эту функцию по отчетности, и никак не будет контролировать, а что там от нашего имени этот аутсорсер в финсерт шлет. Я очень сильно сомневаюсь. Я предполагаю, что, скорее всего, для крупных компаний это будет все-таки функция, которую они никогда не отдадут на сторону аутсорсеру, а значит, соответственно, нужно от аутсорсера всю необходимую информацию для отчетности будет каким-то образом получать. С ним это нужно будет согласовывать. Ну и, конечно, централизованный сбор. То есть вся эта информация должна где-то как-то собираться в какую-то единую базу по какой-то единой форме. Потому что, собственно, форма эта утверждена, точнее, определяется теми самыми регламентами, документами, которые выпускают наши регуляторы. Вопрос все это собрать воедино, чтобы это не было как какой-то свалкой, в которой потом очень сложно будет найти информацию и контролировать, а что мы, собственно, отправили, когда мы это сделали, ну и так далее. И, собственно, согласовать механизмы обмена. То есть как это будет происходить. Я слышал в выступлениях по поводу личного кабинета. Это на самом деле правильная вещь, потому что она как раз-таки позволит небольшим организациям, те, кто не в состоянии ни приобрести, ни разработать самостоятельно какие-то решения, связанные с обменом автоматическим. И у них там, не знаю, один-два, может быть, инцидента такого плана, о которых нужно сообщить, будут происходить. Логика то, что у них должен быть личный кабинет, куда они зайдут и отправят информацию, она понятна и проста. Но она не работает, когда мы говорим про какую-то крупную компанию, крупную инфраструктуру, где инциденты происходят десятками, может быть, даже сотнями, и нужно все это заполнять руками. Это очень нерациональная трата ресурсов довольно ценных специалистов. Опять же, на этом форуме постоянно говорится о том, что у нас в отрасли кадровый голод легче не станет, будет только хуже, потому что потребности растут, а количество специалистов, к сожалению, не увеличивается. Ну или как минимум потребности растут быстрее, чем количество появляющихся специалистов. Вот, поэтому здесь нужно понимать, как эта информация будет дальше передаваться. Либо через какой-то ручной ввод, то есть нужно создать людей, которые будут этим заниматься, либо все-таки автоматический обмен, это через какие-то API-интерфейсы. Вот сейчас как раз мы с рядом наших заказчиков прорабатываем этот вопрос для того, чтобы они сразу понимают, что это стратегически невозможно ввести вручную. Нужно сразу делать так, чтобы была возможность автоматически отправлять финсерту эту информацию. Вот то, что пока можно было бы сказать по поводу исходящей информации, то есть то, что нужно будет обязательно сообщать, сроки, как я сказал, это этот год, поэтому в принципе стоит уже сейчас задуматься о том, каким образом эти нормы вы уже в ближайшее время планируете исполнять. Теперь, что касается входящей информации. Это уже вещь, которая в принципе не содержит никакую комплайнс-составляющую, но она в общем важна уже для обеспечения реальной практической безопасности. Здесь тоже пока, надо сказать, не так много внимания этому уделяется. Источников данных на самом деле сейчас огромное количество. То есть проблем с тем, откуда взять информацию, все-таки можно сказать, что нет. Другое дело, что это вопрос ее качества, этой информации, ее релевантности тому, что делать вы. Я здесь привел там лишь несколько примеров, то что понятно, у нас приходят рассылки финсерта, у нас было выступление от Свифта, что они ввели программу по безопасности уже продолжительное время. В этом году они тоже запустили центр, связанный с обменом информации и анализом, где тоже можно получать бюллетени, соответствующие по безопасности. Есть площадки обмена типа IBM X-Force, есть Allen Vault. То есть это вообще даже не какой-то конкретный фит, а это площадка, где есть разные люди, которые готовы делиться определенной информацией. Но опять же здесь вопрос качества, достоверности, доверия к источнику этой информации. Но тем не менее это все есть. Здесь понятно, что там коммерческие различные сервисы, в частности от лаборатории Касперского и других производителей, отечественных и зарубежных. То есть в общем и целом откуда взять информацию, сейчас проблема не стоит. Проблема в другом. Проблема, как эту информацию правильно дальше обработать. Во-первых, информация может поступать по-разному. То есть разные площадки, разные поставщики информации ее дают в разном виде. Например, от финсерта приходят в виде писем с файлами, которые нужно либо вручную, либо автоматически парсить. Есть сервисы, которые дают соответствующие API-интерфейсы, которые опять же позволяют вытаскивать это все в автоматическом режиме. Есть практически большинство поставщиков информации веб-интерфейс, где можно зайти и что-то посмотреть опять же руками. Ну понятно, что с точки зрения автоматизации себя автоматически процессы выстраивать, это идеальная система, когда есть какой-то программный интерфейс, который можно с помощью скриптов или каких-то других элементов вытаскивать информацию, что-то с ней потом делать. Если же у вас такого процесса автоматического нет, ну хотя бы чтобы это был какой-то процесс в плане того, что либо по электронной почте, либо через веб-интерфейс специалист соответствующую информацию анализирует, если нужно, дальше уже запускается какая-то активность. Еще один важный момент, что мало информацию получить. Хорошо, вы ее получили, дальше что с ней делать? С ней нужно, собственно, ее нужно применить, потому что от того, что просто вы ей обладаете, но никак не применяете, она абсолютно бесполезна. То есть, как только у вас приходят новые сведения, вам нужно автоматизировать работу с этими сведениями. То есть, возможно, нужно провести какой-то поиск по журналам, а не было ли у вас соответствующего IP-адреса в обращениях, то есть, возможно, ваши какие-то машины уже скомпрометированы. Проверка конечных узлов, возможно, обновление каких-то правил на ваших IDS-ках или средствах имущественного экранирования. Мониторинг или блокировка, опять же, того, какую политику вы выбираете, вы хотите искать, что у вас все-таки такие узлы какие-то зараженные появились, или вы просто блокируете, чтобы точно не было никакого соединения с сервером или что бы то ни было еще. Есть разные подходы, действительно, такого универсального решения, важный момент такой, что именно эта максимальная эффективность достигается тогда, когда здесь этот процесс автоматизирован, потому что информации очень много. Если вы подключаете несколько источников, объем информации колоссальный. Обработать его вручную, возможно, если, опять же, вы готовы выделять бюджет и ресурс, человек, который будет заниматься только этим круглосуточно, вообще ничем другим заниматься не будет. Тогда еще какие-то шансы, в принципе, у вас есть. Ну и, подводя итог, то, что я представил по поводу получения информации и передачи информации, какие ключевые факторы успеха для того, чтобы вот это все у вас реально заработало и не доставляло боли, что называется. Во-первых, все это строится на эффективном инцидент-менеджменте. Я сейчас не говорю про СОК, я говорю просто про процесс, выстроенный процесс регистрации и реагирования на инциденты, потому что именно этот процесс дает наружу ту информацию, которая необходима вам для того, чтобы вы могли отчитаться. И в этот же процесс информация входящая заходит для того, чтобы вы могли реагировать, обнаруживать атаки и так далее, и так далее. Поэтому понятно, что этот процесс в вакууме существовать не может, он за собой подтягивает какие-то другие вещи, связанные с тем, что нужно выстраивать инвентаризацию нормальную, чтобы видеть, с какими активами связаны ваши инциденты, ряд других вещей. Но это, в принципе, все равно ключевой процесс, от которого вообще зависит успех реализации активности, связанных с обменом информации. Это централизованная сбора и обработка информации. То есть всю эту информацию нужно собрать воедино. Часто встречается, когда данные по инцидентам находятся в каких-то разрозненных элементах в компании, в разрозненных системах. И вот эта нестыковка их между собой, она, собственно, рождает, опять же, дополнительные расходы ресурсов, дополнительную трату времени и ценных специалистов на то, чтобы выполнить те или иные задачи. А в контексте того, о чем я рассказал, обязательная отчетность, это будет сделать дополнительные трудности. Ну и, наконец, техническое решение. Можно как угодно к этому относиться, коллеги. Есть разные способы, как можно действовать. Начиная от того, что вы накручиваете макросы в Excel. Там, не знаю, вы, как вот был пример Тинькофф банка, что у них их собственные безопасники умеют программировать, и они привлекают IT-подразделения для того, чтобы программировать. Open source. Промышленное решение. Но какое-то техническое решение для резетки задачи у вас должно быть. Пора избавиться от практики того, что я все сделаю сам руками. Это убийственный подход, потому что ресурсов не хватает, объем задач растет, а количество инцидентов и атак тоже растет. И чем быстрее вы сможете эти задачи автоматизировать с помощью тех или иных технических решений, вариант, как я сказал, да, спектр широкий, тем лучше. Об этом говорят все. Об этом говорят продвинутые компании типа Киеви и Тинькофф. Об этом говорят, естественно, говорим и мы в том числе, потому что мы такие решения производим. Здесь я не буду кривить душой. Но практика, которую мы видим в компаниях, она показывает, что попытка идти другим путем, это, ну, в общем, такой плевок против ветра, потому что ничего хорошего от этого не выходит. На этом все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...